В сегодняшний день Хороший летний день И поговорить с вами сегодня По поводу достаточно интересной темы Которую принаделы совместно Объединив свои усилия Решили поднять и озвучить В том числе с помощью прессы Медельно-искрова в Сокониске В широкую массу пустын В августе месяц 23-25 август На территории исторического места Херсонес в Севастополе Пройдет фестиваль Мина Называться фестиваль будет ArtWineFest 2012 Мы надеемся Что это будет успешный проект Который проводится совместно Как и производителями Также его поддерживают И различные государственные структуры В том числе огромное спасибо Министерству ограбленной политики За то, что они усугубляют Нашим сильным союзникам В данном ключе Сегодня тема, которую мы хотим поднять Называется ArtWine Новый импульс развития виноделия и винного туризма в Украине Тема серьезная Тема актуальная Надеемся, что Мы сможем ее полноценно раскрыть И сегодня вы сможете получить Достаточно много полезной и интересной информации Ну, с чего бы хотелось начать Ну, начать хотели бы мы, наверное, с того Что нам необходимо оценить Что же необходимо сделать Для того, чтобы Все-таки украинские виноделы Смогли поднять свой имидж В глазах потребителя украинского Ну, а сделать это можно только одним путем, наверное Это консолидировав свои усилия И направив все свои ресурсы На то, чтобы достичь этой цели Я бы хотела попросить Виктора Чтобы вы, наверное, нам помогли чуть-чуть Раскрыть эту тему Дать вот такой первый импульс В наших сегодняшних переговорах И расскажите нам, пожалуйста Как вы считаете Насколько эта тема актуальна Насколько она, в принципе, успешна В своей долинознанной В предосрочной перспективе Я говорю о предпочтении Справа к тем, что Министерство аграрной политики Оно так и называется Потому что наша задача Розробляти політику И політика в галузі виноробства У нас, ну, по-перше, я хочу зазначити, що сьогодні Министерство дуже увагу Увагу лаврит упределяє Конкретно галузі виноробства И вот в протягом двух последних месяцев Було трениради Ми збиралися і в цьому Збиралися конкретно З шампаністами Проводили трублю стали Збиралися конкретно З виробниками коньяку І визначали Їхні питання Які можливі Вирішити Міністерство Те, що воно спроможне Для того, щоб Зробити комфортні умови Для розвитку виробництва Цих напорів І основна задача Яку ставить наше міністерство Це зробити Ну, як і всі ми хочемо Бачити нашу Україну Цивілізованою європейською державою І ми дуже хочемо бачити Наше суспільство Цивілізованими І інтелігентними Основною своєю масі Значить Інтелігентними вважаються Ті люди, які Добре розуміються Жизни, жанрах мистецтва І добре розуміються Напоїв І особливо в винах Наша задача Ми вважаємо, що В майбутньому Недалеко В майбутньому Потрібно нам Щоб наше суспільство Сприймало вино сухе Як не алкогольний продукт А як продукт споживання І щоб воно було Разом з їжею Завжди Могло розуміти Що З чим поєднати Для того, щоб По-перше, гармонія була Смаку І саме головне Щоб це було Саристо для організму Щоб наш Українець Набагато довше жив Чим він сьогодні живе І що в нас сьогодні Відстає Це називається Міло готувати Та не міло подавати У нас вже З'явилися дуже багато виробників Які роклять Прекрасні вина Але На жаль Суспільство сьогодні Чомусь дає перевагу Таким іноземним винам Можливо Це Ще Кост-Крадянське Закалонія залишилося А більше цього Тому що Ми не можемо ще принести Слій продукт І розказати людям Що сьогодні У нас є прекрасні напері Які нічим не поступаються Іноземним І набагато Є кращі Ніж Деякі Деякі виробники Іноземних вин Тому Цей Закалонія Який сьогодні планується Артвай Це поєднання Коли Ми можемо Показати нашим людям Що і є Мистерство Виробництва Різних Видів І жанрів Мистерства І є мистерство Виробництва Вина І сьогодні Українські виробники Цьому Стоять на дуже високому Високому шляху Тому Міністерство Мало того Того що Підтримує цей датчик Але і призиває всіх Обов'язково Побувати на ньому Обов'язково Подивитися Спробувати І визначитися Що до його смагу І в подальшому Щоб і ці люди Які там побували І потім вони приїдуть Розкажуть своїм І близьким І сусідам І популяризували Наші вітчинні А як Ви маєте Виробники Як митці Якщо організується Якийсь гарний продукт Мистецтва Вибірю З того Їхнього задуму Справа в тім Що вино Зробити Немитцю Неможливо Вино Це так само Як і вирощувати квіти І робити вино Це потрібна людина Яка любиться Тому що Це живий організм вино І воно так само Як і квіти Воно відчуває Ауру Того Хто до нього підходить І воно може Не сприяти його Може хворіти Почати Якщо ця людина Не любить його І не здатна його зробити Тому Якщо вино вже зроблене І воно Нормально Прекрасне То це вже значить Те що його робили Міць А в основному У нас винороби Це ще традиції Можливо Ще старі Древні Винороби Це Специфічна каста Людей І туди Будь-хто Не зможе Сказати Вони Потрібна бути Людина Яка любиться Цю справу Яка домоглася Великих Фасіальних Людей І тому Вона Порожила Дякую Дуже Я думаю Що нам Додатково Ще й ця тема Допоможе розкрити Володимир Михайлович Кочеренко Ісюка Банкрому Перш за все Коли ми говоримо Про винне мистецтво Зразу Згадуєш слова Додатково письменника Максима Тадеевича Ринського Щастя Ринського Два рівних Якрила Кроямли Виноград Красиве І корисне Мабуть Краще цих слів Не можна Щось придумати Тому що Не один вік Не одне століття Люди розуміли Що та нація Те саме Споживають вино Дійсно Є Здоровою нацією Дійсно Це є Високорозвинута Економічна держава Адже Продукт Винограду Те робки винограду Відповідно Продукт Як харчування І Всі ці теми Давно Зрозуміли Усіх Високорозвинутих Державах Всі Ось Още тільки Відбувся Всесвітний конгрес Винограду і вина В Туреччині Так однією з тем І Власне Культура Споживання Вина Той Китай же Прийняв Національну програму Туреччині Споживання Вина І І На сьогодні Ідеою цієї держави Є Ця тема Та саме Іспанія Яка сьогодні Святкує Великим Їхні Наші Спільні Національні Свято Перемоги Вони Моліковують На сьогодні Мільйон 80 тисяч Та Винограду На жаль Певні політичні Процеси В нашій державі Бувшим Радянському Союзі Привело до того Що у нас на сьогодні В державі Лише 70 тисяч Та Винограду При цьому При всьому У всіх країнах Європи У світі Як уже говорив Віктор Миколаївич Певні вина Вони не є Підакцизною Продукцією Це не лише Сухі вина Те самі Гристи вина Країни Європи Це також Нульова ставка Підповідно Висутня Ліцензія На Виробництво Певним чином І на продаж Як у нас 780 гривень На виробництво 500 тисяч гривень Для того Щоб підприємство Могло продавати Дану продукцію А це звичайно Зводить на нівет Зусилля тих митців І тих творчих людей Які Хочуть Пекати У Зуго-нараду Хочуть займатися Загалі-то Мабуть Гарною Справою Не зустрічають Можливо На даний час Певні Кроки Вдячності І розуміння З боку держави При цьому При всьому Ми вважаємо Що Україна Все ж таки Це держава Виноградовий народ Традиційно Нам є Чим Пишатися Адже Результатом цього Є Наші Дослідження На ринку Вина На сьогодні Майже Відсутній Контроль З боку Держави За Всім тим потоком Всієї тієї продукції Яка надходить На терени Нашої держави І ми Як корпорація Укрненпром Спільно з іншими Центральними органами Виконавчої влади За що ми їм Щиро вдячні Проводимо Неодноразові Засідання Гаузевої Дегустаційної Комісії Де просто Закупляємо Продукцію З полук Магазинів Те що Відповідно Має можливість Придбати І будь-який Споживач В нашій державі Так Дійсно Нам є Чим Пишатися Адже Ті Українські Кон'яки Українські Рісти Та шампанські Вина Українські Тихі Вина В переважні Більшості Переважають Тих зразків Продукцій Які Надходять До нас По імпорту Відповідно Тенденція Йде До покращення Нашої Продукції Ми віримо Але Як сьогодні Підкреслили колеги Важним є Моментом Те що Ває Щось Випустити Зробити А друга справа Це є Подати Продати Зарекомендувати На сьогодні Ми В цьому напрямку Рухаємося Рухається Галузя Сама Тому що Ті самі Італійці Чи іспанці Чи французи Якщо вони Десь проводять Будь-які західи Галузели Цю твірно є Певна Суттєва Державна підтримка Цих заходів Чи будь-який захід Чи він проходить В Китаї Чи у Франції Чи в Аргентині Чи в Чилі Держава допомагає Виробникам Під час Переговореного Процесу Колись нам обіцяло Відемо в СОД Буде на все Прекрасно Все Модне вислів В шоколадні На жаль В СОД вступили На сьогодні В ЗВТ вступають Чось не краще Але при умовах Вступу в СОД Держава Була вимушена Відмовитись Певних експортних Субсидій Що не можливі Можливо Процес Популяризації Нашої вітчизняної Винеробної продукції На тому звільні Як це роблять Наші іноземні колеги При цьому Ми щиро вдячні Нашому національному Винеробному За ту ініціативу За ту підтримку За розуміння Іншим компаніям Які розуміють Що істинно винні І що мистецтву Ніхто ніколи В цьому житті Не міг завадити Помішати Щось робити Проходили різні генерації Воно завжди Залишалось вином І ви знаєте Той факт Що Не дарма ж Європа визнала Що ми маємо Свою історичну Спадщину І весь світ І коли під час Великої вітчизняної війни Здійснилася Евакуація Підприємств Масандри То певним чином Той Портвейн Той Херес Який на сьогодні Закиди Мадеро Хочуть певний чинок Відмовитись Наказ Що якась пляшка Навіть вона Губилася Ну Розстрілювали майже Батальйон бійців Це також є наша історія Від якої не потрібно Відходити і забувати І Артвейн Як фестиваль Він має Значну перспективу Відповідно Ми неодноразово Уже дану тему Обговорювали на Радах директорів Відповідно проводили Прес-конференцію Рядом Веніан Думаю, що В цьому напрямку Ми будемо діяти І в подальшому Проводити неодноразовий Такий Захід і подібний Але Все ж таки Артвейн фест Це той фестиваль Який має стати Традиційним Центром Консолідації Зусиль Всіх тих Професіоналів Всіх митців Які Жадають І хочуть того Щоб на теренах Нашої держави Дійсно Споживали Виробляли Якісні Прекрасні Дякую Дякую Володимир Ще хотіла Зауважити Важливий момент Що Всі Абсолютно Актуальні Проблемні Питання Які У нас сьогодні є І більшу частину З яких Ми зазвучили Ми зможемо Більш детально Обговорити Під час Артвейн фест Оскільки Даний формат Фестивалю Він передбачає Три дні Плідної роботи Не тільки Для розваг Не тільки Для задоволення Але також І для того Щоб виробники Могли зустрітися Обговорити Ті проблеми Які існують І Більше того Спробувати Знайти Вихіди З них І запропонувати Можливо Потім До Міністерства Якісь свої Проекти І надалі Сподіваємо Що Вони можуть Ще Увінчатися Якимсь успіхом Я б хотіла Надати Слово Представнику У виробника Дім Некоторі Аспекту Жизнь, искусство и вино. Это отдельная многоплановая, многозначная тема. Кроме того, Artline Fest – это международный фестиваль. Приглашены участники из ближнего зарубежья – Грузия, Молдова, Белоруссия. Приглашены международные эксперты, которые с мировым именем, и, я думаю, многое смогут, как и, рассказать нашим виноделам о инновациях, которые есть на винном рынке Европы, ну и в мировом. Точно так и познакомиться с теми эксперты, смогут познакомиться с теми достижениями, которые уже есть в украинском виноделии. Украинское виноделие насчитывает, я не знаю, правильно ли будет говорить украинское виноделие, но, скажем, виноделие на территории, где мы живем, насчитывает не одну тысячу лет. Зародилось оно на территории теперешней Украины, как раз в заповеднике Херсонес. Это, я думаю, все знают, древнегреческая колония, которая возникла около 4 века до нашей эры. И хочу отметить, что в те времена, древняя Греция, Рим, культурным человеком считался человек не по происхождению, не по богатству, не по знаниям, которыми он обладал, а именно по способу потребления вина. То есть культурный человек всегда пил разумно, осознанно, разбавленное вино. И только варвары по тем понятиям пили вино, не разбавленное. Вино, конечно, тогда немножко отличалось от теперешнего вина, но подход к употреблению продукта, алкоголя, вот явно, четко разделял людей на культурных и на варваров. Мы очень надеемся, в смысле организаторы ArtLineFest, очень надеются, что этот фестиваль даст людям, кроме понимания того, что есть качественная вина, это понятно, что инвестационные конкурсы показывают, что четко показывают, что есть качественная вина, но мы хотим дать эмоциональную составляющую, показать связь разных видов искусства, будет эта музыка, будет эта живопись, скульптура, театр, как в разное время, и не только в Украине, как вина была связана с высочайшими проявлениями человеческого быта, творчества. Вот это, наверное, основная задача нашего фестиваля, и я уверен, что это будет не один год, а будет проводиться в жизни. Спасибо большое. Друзья, ну то есть, как Вы поняли, мероприятие будет раскрывать целый ряд тем, вопросов, проблем и приятных моментов, которые имеют возможность испытывать в этом и наделать. Но одна из тем, которую мы также хотели бы поднять во время фестиваля вина и дать ей новый импульс, или даже, наверное, самый старт, это винный туризм. В настоящее время винный туризм как таковой находится в совершенно зачаточном этапе в Украине. Нет пока что у нас больших успехов, которыми можно было бы в этой сфере похвалиться, но мы надеемся, что в единиках опять-таки все те же усилия и производителей, и туристических агентств, и в первую очередь, наверное, даже потребителей, у нас получится создать имидж для Украины как государство, которое в одной из ключевых своих отраслей сельского хозяйства видит виноделие. Вот. Хотела бы передать слово нашим друзьям. Надеюсь, что вы сможете, Сергей, раскрыть эту тему подробно. Расскажите, как вы думаете, винному туризму в Украине быть или не быть? Спасибо большое, Анна, за слово. Спасибо большое за приглашение на данный круглый стол. Быть или не быть винному туризму в Украине. Скажем так, по тем отношениям, которые сложились, скажем, вот в Ассоциации Виноделия и Виноделов, те обращения, которые идут к нам только, скажем, со стороны, прежде всего, Западной Европы, у нас еще тесные контакты с Институтом Виноделия в Германии, прекрасные контакты с Папалатами других стран, Франции, Италии. Есть серьезная заинтересованность, прежде всего, граждан этих стран о том, чтобы узнать, а что в Украине есть. Есть, как вы знаете, у нас в Украине прекрасные вина, однако, какие сложности, какие, скажем так, проблемы на сегодняшний день стоят, прежде всего, для того, чтобы развивать винный туризм. Дело в том, что если взять Западную Европу, то, скажем так, там уже сложилось определенный стереотип о том, как проводится винный туризм. Что он из себя представляет? То есть это, во-первых, прежде всего, очень короткие по срокам поездки, то есть один-два дня. И это они довольно насыщенные, включающие в себя посещение до десяти, а то и более небольших предприятий. Мы все знаем, что в западноевропейском развитии виноделия пошло по пути того, что там, везде, Франция, Италия, Испания, это страны, где вино производится в огромном количестве небольших предприятий. То есть во Франции более 30 тысяч, там, Испания, Италия и так далее. То есть это, если взять вообще всю Западную Европу, особенно, как и так называемые уже брендовые страны, которые мы все называем брендом, испанское вино, итальянское вино, то это сотни тысяч виноделов, которые занимаются производством вина. Соответственно, винный туризм построен потому, что небольшая группа людей достаточно за небольшие деньги, в короткий промежуток времени, могла посетить и попробовать массу различных вин. В связи с этим как раз и возникают эти сложности по развитию винного туризма в Украине, потому что в Украине, во-первых, территориально, Украина довольно большое государство, если вы их позад на Европе, это одно и самое большое. Кроме всего прочего, винодельческими регионами в Украине являются западная Украина, то есть от западной Украины до юга, то есть западная Украина, Одесская, Керсонская, Николаевская области и Крым. Поэтому и прекрасно мы все знаем, еще и великолепные шампанские вины, которые производят спортивность. Поэтому, допустим, вот мы, наша ассоциация на сегодняшний день готовит соответствующие туры, в данном случае для немцев, и вот те проблемы, которые мы сталкиваемся, это прежде всего сроки. Два-три дня в Украине очень сложно уложиться, если не делать особенно перелеты, большие расстояния, поэтому приходится говорить об территориальности, то есть показать только южно-бережные производства, технологии, особенности производства, скажем, вина. Либо только западную Украину вот, поэтому вот эти такие сложности, конечно, немножко необычны для западных людей в сроке. Мы, в основном, как исходя из этого, видим, что это должно быть неделя, а то иногда и восемь дней, для того, чтобы действительно можно было посетить основные регионы и показать то, чего, скажем, у них нет. Нет у них таких хранилищ, которые есть у нас в Артемовске, вот, великолепные подвалы, массандры, прекрасные вина Одесского региона, великолепные, например, на предприятии Шаба, которые великолепно уже проводят подобные небольшие, но индивидуальные экскурсии и так далее. То есть, вот это все, все разнообразие, а ведь мы прекрасно знаем, что такое вино. Вино – это продукт уместности. Поэтому вино, которое производится в Украине, оно разное. Западное вино, производимое над Закарпати, имеет свои оттенки, свою полноту, свои особенности. Крымские вина, особенно Южнобережные, это своя специфика, Одесский регион, своя специфика, прекрасная вина, которая, опять же, для многих иностранцев интересно попробовать. Вина, производимая, скажем, не из традиционных садов, общеизвестных вины. Хотелось бы попробовать вино, и мне звонят, а вот что-нибудь такое, чего у нас нет. Мы говорим, попробуйте есть такое, допустим, там вино, производимое из нашей присортовки в Сухолиманске, или Одесский черный. То, чего у них нет вообще. Поэтому я думаю, что все-таки украинскому винному туризму жить, и оно будет развиваться. Но здесь необходимо, конечно, прежде всего, консолидация по отрасли. Потому что каждый, при любом, при любой возможности, необходимо, конечно, доносить о том, что у нас есть, какие достижения у нас есть. И, в общем-то, в одиночку это сделать будет очень сложно, исходя из тех, скажем так, особенностей, которые я уже сказал. Но вместе всем, я думаю, преодолеть эти все препятствия можно. И донести желание узнать, оно действительно есть, это чувствуется, я говорю, на всех международных встречах, которые проходят, интерес есть, и главное его не потерять, а продолжать развивать. Сергей, спасибо огромное. Действительно, в подтверждение ваших слов, хочу сказать, что буквально недели две тому назад у нас была пресс-конференция в Симферополе, совместно она проводилась с Министерством туризма Автономной Республики Крым, и во время конференции господин Лиев поддержал как саму идею фестиваля «Вина», так и то, что винный туризм как таковой может начать активно развиваться с помощью такого мероприятия. Уже в этом году планируется предвещать различных туроператоров как на территории Крыма, так и в более центральной части нашей страны, для того, чтобы можно было хоть чуть-чуть дать потребителю ощущение того, какие у нас есть красивые, знатные, и действительно заслуживающие внимания предприятия-производители в стране. Надеемся, что сами предприятия, организовавшись между собой, не проводя индивидуальные дегустации, экскурсии на своих предприятиях, а объединившись в некую сеть, цепочку и выстроив такой маршрут, смогут в том числе привлечь к себе внимание, показать, что они классные, достойные внимания, что вина, который они производят, они производятся действительно качественно. Вот, ребята, посмотрите, у нас хорошее новое оборудование, у нас красивые помещения, у нас действительно все делается правильно, и развеять любые мифы о каких-то проблемах, в принципе, которые существуют в отрасли. И более того, хотелось бы отметить, что винный туризм, на самом-то деле, это очень многогранная, да, вот такая тема, потому что, давайте подумаем, мы привлекаем сюда как интересы производителей, это туроператоры, это гостиницы, это транспортные предприятия, обслуживающие все эти маршруты. То есть, если действительно получится объединить всех вот в такую достаточно тесную связку, то выиграют многие, не только производители, не только потребители, получив дополнительную информацию. Поддержка государства немаловажна на этом вопросе. Ну, поддержка государства, естественно, немаловажна, потому что государство на самом-то деле, это является, это тот центр, да, который, по сути, является коммуникатором между всеми, и это основное звено в цепочке, вот, иначе, иначе без вас нам никуда. Сегодня, к сожалению, у нас существует закон, который препятствует развитию вина. Закон этот гласит, что каждый производитель, который произвел свое вино, должен заплатить лицензию 500 тысяч гривен, для того, чтобы иметь возможность его продавать. Поэтому, уже сегодня говорили, что вино, это продукт местности. И, к сожалению, у нас сегодня, вот я насчитал, четыре, сегодня есть шато, в которых можно поехать, и которых можно посмотреть. Значит, это люди, которые, ну, просто фанаты, имеют какие-то поступления с других видов бизнеса, а для души, сделали себе эти четыре предприятия. Значит, и платят эти 500 тысяч, хотя выпускают там порядка 10-20 тысяч поделок всего. Значит, представьте, какая их себестоимость. Понятно, что в ГУБ это. Значит, сегодня министерством нашим инициируется все-таки изменение к этому закону. Мы хотим предложить и согласовать со всеми, ну, мы это уже сделали и уже разостали министерством на согласование. Предложить другой подход. Ну, конечно, вот это, собирание этой лицензии, это, конечно, другие государства так не делают. Ну, наша страна не такая богатая все-таки отказаться вот из того, что там 310, грубо говоря, миллионов собираются этих лицензий, в том числе порядка 40-60 миллионов в год, в зависимости от года, от винодела. Значит, и, опять же таки, если поставить просто это как дополнительный эксцесс, то это будет собираться уже постфакум, после того, как вину разлили. А государство берет лицензию на год вперед, то есть кредитуется. Ну, это, наверное, тоже государству выгодно все-таки иметь сразу эти 60 миллионов и не потом. Поэтому, ладно, идем ему навстречу, значит, и пусть их собирают 60 миллионов. Но мы хотим предложить дифференцированный подход, то есть мы посчитали, грубо, того количества, что мы разливаем, вина допустим, это выходит, грубо, 15 копеек за литр. Значит, ну, в нашем представлении это так. Я хочу сделать себе для ту семья, фермер, у меня есть все возможности сделать вино местности. Вот я, кстати, когда-то работал руководителем хозяйства в Береславском, на Керсонской области. И вот даже мы производили это, на Степлоксе, на Украине, на Днепрянске, это известная на то время вина. Значит, причем, что интересно, вот допустим, Кабарне, даже в нашем Береславском районе, оно отличалось от Кабарне, который производил Красный Морец. Это буквально там 30 километров от нас, это тоже на берегу. Это правая сторона Днепра, тоже, ну там больше скалистые склоны и так далее. То есть, вот уже вроде интересно приехать бы в тот же Каменский, приехать в тот же Красный Маяк и попробовать и там вино местности, и то Кабарне такое, то Кабарне такое, вроде, значит, уже можно было бы заинтересовать туристами. Но сегодня ни Каменский, ни Красный Маяк не разливают. Почему? Потому что это дорого. Оно продает кому-то большому, крупному, который все это в месте и разливает просто календарь. Так, значит, так вот, сделать подход, чтобы я, допустим, захотел разливать, ну порядка там 20-30 тысяч бутылок, это как обычный маленький небольшой фермер, который хочет сделать длину местности. Там в Одессской области, Николаевской, Закарпатской, как я-то уже говорил. Значит, и я декларирую, что я хочу разлить там 20 тысяч бутылок. Вот, пожалуйста, по 15 ктх, вот, пожалуйста, мои там тысячу пятьсот, там, чем 15 тысяч гривен, чем 150 тысяч, кому как. Значит, если я произвел больше, ну, решил там сэкономить на этом, значит, в конце года по 25 ктх, когда мне пересчитают ту разницу. То есть, мне будет даже выгоднее задекларировать чуть-чуть больше с запасом, что, может быть, я где-то все-таки раскручусь и другие рынки появлюсь. То есть, гибкий подход. Появлюсь, да. И таким образом, может быть, даже не 60, а 70 миллионов суберем и так далее. Но, чтобы не обижать крупных производителей, мы в этом проекте закона определили, но не выше 500 тысяч гривен при любом объеме производства. То есть, чтобы... Потолок. Да, чтобы они тоже не стали и... Ущербную позицию. Да, чтобы не пытались, так сказать, продвинуть это. Для того, чтобы... И, в принципе, с кем мы не разговаривали, мы все не против такого подхода. И крупные производители говорят, да пускай появляются маленькие, они же нам не помешают, и пусть будет интересно. Вот тогда будет действительно интересно сделать туризм, и приехать, и посмотреть, и попробовать вино местности, которые будут производить. Сегодня я же на улице... Я не буду их называть, но это 4 всего хозяйства, которые сегодня можно поехать и посмотреть, как это все делается. А остальные крупные, большие предприятия, ну, приехали. Стоит большое. 10 миллионов разливают в бутылок. Ну, что ж так. Разливают и разливают. Ну, много разливают. Тоже интересно. Посмотреть на масштабы. Тоже интересно. Не каждый день вы едете. Но не так интересно, когда приехать в какой-то шокол. Ну, колорит. Да, зайти в этот подварчик, посмотреть, как это все делается, попробовать, сравнить. В общем, есть у нас куда разливаться. Да, я думаю, что сегодня в нашей конференции может быть, мы озвучиваем эту тему, да, и может быть, все-таки те, кто нам будут согласовывать, к сожалению, министерство наше не может самошь закона писать. Оно только выступает законодательной инициативой и опять же, оно должно с заинтересованными министерствами согласовать. Поэтому, ну, я думаю, вроде как доходчиво рассказали. В принципе, ничего не... Мы пытались раньше вообще ее отменить, но, естественно, Минэкономики, Минфин категорически были против, потому что говорили, что не такая наша страна непогатая, чтобы отказываться от каких-то поступлений бюджетных. Ну, а если такой подход, это мы же, наоборот, даже чуть-чуть и не судье. Это раз. А вот, второе, действительно, это будет пропагандами на месяц. Человек надо будет знать, что вот он купил с правой склона там, правого стороны там Днепра, а это слева. Мы же вспомним историю. Наша история согласит о том, даже тот же князь Трубецкой, да, он был зятем Галицына и Лев Сергеевич ему посоветовал посадить виноградники на Херсонщине. Приехал с научными этими самыми сотрудниками, взяли образцы почвы, изучили климат и рекомендовали посадить именно немецкие сорта винограда. Значит, и уже в 1889 году князь Трубецкой в Париже взял гран-при значит, вино Рейссенхрейский. То есть, доказал уже тогда всему миру, что на Украине, на той же Херсонщине, допустим, а через год его тесть взял гран-при по шампанскому Новый Свет и, кстати, виноматериал закупал у своего зября. Поэтому, в принципе, уже тогда было доказано, что Украина это винодельческая страна, у нас тоже 48-48 параллель идет, тоже виноград растет, так природа нам дала такой шанс, так сказать, использовать. И, ну, на сегодня у нас немножко были стали технологии самого производства винограда. Ну, тем не менее, жизнь идет, и большинство уже предприятий модернизировались, и сегодня они тоже делают на том же уровне такого же качества. Единственное, что нам не хватает именно сделать виноместности. А виноместности потянут за собой винный туризм. Поэтому, а для этого вот стоит одна преграда, вот этот закон, вот как только мы ее преодолеем, все пойдет у нас нормально. Спасибо. Спасибо большое. Ну, знаете, как говорят, когда знаешь, в чем проблема, у тебя летощие решают. Мы сами себе проблемы создаем, потом мы героически преодолеваем. Вот сейчас нам надо преодолеть то, что мы сами себе создаем. Ну, зато же эти интересы. Ну, да, зато все пределили. Я бы хотела попросить наших друзей из Грузии, Георгий представляет, вы являетесь генеральным директором предприятия Водогоник, поделиться опытом, вот как же нам сделать так, чтобы украинские вина были такие же заметные, как и грузинские вина. Спасибо, Генюч, это приглашение. Ваше удовольствие на этот фестиваль «Арклайн-тест» на этот приглашение, потому что это очень важно, естественно, для нас, очень важно для Украины, для украинских производителей, мы пройдя этот путь, как позиционировать все грузинское вина, как сделать его интереснее, без таких фестивалей просто ничего не получалось. И я вам скажу, очень приятно, что сейчас на международных уже выставках украинские вина уже достойные, ну, в достойных местах, и реально есть отзывы как раз те, которые ожидали. Ну, употребление вина, вы сами лучше меня знаете, что уровень жизни, один из показателей как раз является употребление вина, то есть количество, которое страна употребляет. И тенденция, насколько неизвестна, как раз Украина идет вверх, чтобы употребление вина растет. что бы я бы пожелал обязательно, здесь было сказано, уважаемые, что обязательно надо все делать для того, чтобы страна приняла статус на девческой стране. Это очень важно для экспорта, очень важно для внутреннего рынка и очень важно для внутреннего туризма, который немаловажен для развития этого бизнеса. В этом некогда тоже Грузия не смогла найти барьеры, которые у нас были, политические ситуации, Грузия смогла выжить, как раз максимально представлять свою страну, в том плане, что это как раз есть венодельческая страна, есть коллеги веноделье. В максимально развивании в Вене туризм приезжало много гостей, как специализированные части, так и много туристов. этот процесс идет до сих с удовольствием продолжил бы из-за нашей общей геополитической ситуации много как-то по венному туризму тоже можно совместить с Грузиями украины, потому что Черноморский бассейн нам позволит много чего в этом плане. И я думаю, что как раз выставление таких фестивалей, которые мы читали в вашей релизе, что вы приглашали тех знаменитых изглавных шеври или экспертов, гостей. Пару из них мы тоже очень близко знаем, очень рада было их увидеть на этом фестивале, который реально уже показывает уровень фестиваля. А когда такие фестивали будут побольше, поверьте мне, что Украина будет всем интересным, всем венному миру будет интересно. Так что успехов, удачи и всего наилучшего. Спасибо вам огромнейшее. Ну, на самом-то деле чего мы еще пытаемся добиться таким фестивалем, это поднятие культуры венеделья. И мы понимаем, что есть все-таки производители такая просветительская миссия, которую они должны использовать, раз уж что ты делаешь, такой добрый донеси до своего потребителя, что это, и что это безопасный продукт, и более того, вино это еще и эликсир здоровья на самом-то деле. То есть мы пытаемся таким-то образом все-таки еще эту тему охватить. К нам присоединился Елена Николаевна, Украинская бюро награда и вина. Вот. Мне бы хотелось бы услышать вашу точку зрения. Мы сегодня хотели бы еще коснуться темы здоровья нации, продукты виноделья и симбиоз этих категорий. Доброго дня, шановные коллеги, доброго дня, шановные журналісти. Тема сегодняшняя действительно подпоминальна и важлива. Мы сегодня говорим про фестиваль Artline Fest, который происходит в первой Украине, который является частью всего процесса развития винодельной галузи в нашей стране. И мы считаем, что такие свята очень важные. Я согласен со своим коллегой, друзьями, что нам нужно добиться статусу винодельной страны. Сегодня Украина, если взятие святого адрес винный, это в лучшем випадке одна третья сторона, из этого третья текста, половина текста про историю, про Галицина, про досягнение нового света, про досягнение масами. Мы говорим сегодня про сучасность и автентичность наших украинских вин и украинского народа. В связи с этим мы переконаны, что нужно развивать репутацию украинского народа, именно через такие заходы, которые мы сегодня собрались. В связи с этим в нашем Украинском бюро винограде вина мы разработали концепцию и тези щодо основных подходов, что такое украинское винограде на сегодня. В первую чергу мы говорим про, что Украина это географическая и историческая территория с прекрасным климатическим умом для выращивания вин. И в связи с этим и не випадково Вайнфест 2012 будет на исторической территории Херсонеса в принципе из-за отчетки началось винограде всего певничного при Чорноморье. Другой тезой, которую мы пробуем развивать и хотим, чтобы поддерживали наши медиа и все наши коллеги это сучасность и автентичность в украинских темах. За последний час появился ряд новых предприятий с прекрасными технологиями, с новинными технологиями, своими виноградниками, залучением специалистов из передовых виноградных стран. И это даёт возможность показать возможности украинского виноградства и уже певные результати в этом есть. Украинское вино знают уже в Схудной Европе прекрасные позиции в России и освояется Китай. Я думаю, мои коллеги это говорят. И третья теза, на которую я хотел бы обратить внимание, что вино это продукт продуктов харчувания люди, складовая часть здорового способа життя. Натуральные вина они завжди сопроводжували людство и сопроводжували цивилизационные процессы. Не это сейчас гадать античную Грецию, древний Рим, или в передовых странах, которые стали на шлях капиталистичного развития в 16-17 столетии, сходовую часть было винородство и качество и вина. Поэтому это очень важно с точки зрения развития цивилизационного процесса в Украине. Основным споживачем вина завжди являются семья, компания, люди с певным статусом и культуру и развоживания. Саме ці всі речі я думаю будут отображены в нашу арт-вайнфесту и сподіваюся что он будет поддерживать не только представниками Грузии которые сегодня есть у нас на столе но представниками других стран мы уже запрошения и в Италию и в Францию и есть предъявления от виноватых Западной Европы так что я тоже желаю нашему фестивалю успеху и сподіваюсь что вы будете активовать виноватых виноватых медиа компания это декларация среди вина делов декларацию вина мы бы видели как настоящий такой исторический этап момент который будет подписан такая идея идея такая что во время фестиваля как я говорила он будет длиться три дня будут проводиться круглые столы совещания конференции для самих производителей и есть большое желание у всех производителей как минимум те которые подтвердились в присутствии на фестивале разработать некий акт в котором можно будет зафиксировать те принципы на которых основывать украинские линадели я не знаю если это может что-то в Грузии но скажем так это не является нормативно правовым актом это не какая-то программа действий это документ который консолидирует точку зрения всех линаделов и которые говорят что мы верим в то что вино это хорошо мы верим в то что принципы на которых должна основываться работа линаделов они чистые правильные благородные и вот эти принципы хотелось бы как-то обсудить в более широком наверное составе зафиксировать их и со временем поставить себе возможно даже какую-то задачу ежегодно на каждом следующем фестивале на арт-вайн который будет проходить дополнять пересматривать смотреть каких результатов мы добились возможно чем-то дополнять из целей задач на будущие периоды то есть грубо говоря мы хотим создать тот документ которым будут негласно руководствоваться с скажите я вам прямо скажу что как таковой декларации у нас нет но исходя из того что производители мы сегодняшний день любили много в Грузии мы объединились в одной организации которую мы сами создали учредителями являются как раз производители компании ассоциация грузинского вина которое я вам скажу что очень помогло в разюте всего бизнеса в том плане что как раз там нету какого-то избранного или назначенного руководства там идет ротация от компании то есть одна компания проводит один год за этой организацией и все принимается в частности все принимается вместе то есть все решения мы принимаем вместе и это очень помогло вот как раз насолидация в этих делах что несмотря на то что есть такая конкуренция все таки нас объединила одно мысль что как там вместе продвинули тренд грузинского вина а не конкретно какой-то компании так что я считаю что как раз декларация будет то и начало то есть поводом для ваших больше последующих декларации поддерживали анатолий вопрос к вам как вы считаете декларация вина может послужить таким объединяющим фактором для производителей обязательно это я так думаю что это в какой-то мере похоже на клятву декларация хоть это и декларативно документ декларативный но люди которые подписывают и разрабатывают этот документ заботятся о таких простых понятных всем и потребителям и производителям вещах которые как уже как уже говорилось каста виноделов это достаточно замкнутое сообщество которое на протяжении десятилетий оттачивает работают с определенным сортом винограда пока может достичь какого-то значимого результата то есть каждый год что-то меняется в технологии выращивания в технологии сбора в технологии переработки в результате получается превосходный продукт ну или не получается так вот вот эта декларация вина это то что люди десятилетиями принципы которые десятилетиями или столетиями вырабатывались будут прописаны на бумаге и будут служить ориентиром для новых виноделов которые только учатся этой профессии или которые только собираются заняться этим делом так что это мероприятие и объединяющие это такой стержень стержень профессии стержень профессионального этического подхода так же как у врачей так же как у юристов так же как у людей которые имеют отношение к любой сфере жизни человека поэтому документ очень важен и очень своевременно то что он именно в этот период когда большинство виноделов осознало необходимость объединения осознало необходимость формирование такого общего национального бренда если так можно выразиться украинское вино поэтому декларация украинских виноделов очень своевременна будет спасибо большое Владимир как как считаете какие еще могли бы задачи быть исполнены этой декларации украинских вы знаете очень хорошо что у нас наконец в последние просьбы 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 консолидации всех усилий потому что данную тему мы не разово поднимали и обговорили как и другие тематики я веду приклад того что говорили буквально про то что потребно данное камень не только распределять еще 10 лет назад на сегодня выработники понимают что не можно быть каждым окременным князем на своем производстве не нужно быть гетьманом и держать каждую голову в своих руках и духов этого гетьманства создавать определенные направления а однозначно идти тем что говорили про облаторию про ислиткование направления производства и качества продукции они актуальны вы знаете не нужно в никаком разе идти по шляху выдумывания какогось велосипеда который давно уже выдуман и который уже ездит в всех странах и света данная декорация вона уже мает по себе актуальность того что ее уже начинают обговорювать и уже как говорят пришел тот час и тут писать питание в том что будет в этой декларации и однозначно что напрямки гармонизации святого технологичной нормативной документации напрямки приведения в дию виноградно карты такой яка была в нашей державе напрямки переглядом того виноградного кадастра и переведения этого кадастра напрямки пополнения сортового реестра который у нас есть по винограду это смешно когда в всех странах виробляется сира ионье будь-яки другие сортовые винограды а у нас они еще не опробованы данные известные оборогенные сорта как и друзья у них больше трех тысяч в Турции півтори чи больше трех у нас свои но в этом мы однозначно тесно працювать с нашими коллегами центральной грани и виконавчей влади потому что данные темы они очень актуальны и необходимо чтобы данная декларация знали свое проведение не только на профессиональном средове но и поддерживая блоку государства однозначно именно те кроки которые люди которые наповнюют экономику бюджет государства миссия бюджета та галузь которая социально значимая она обовязково поддерживает и влады государства спасибо большое Вадим я бы хотела задать вопрос Ксении возможно вам будут удобные камеры передвину вот первое что я хочу представиться я бы иногда даже знала это пенефест данный пенефест является генеральным организационным партнером конкурса актуален пенефест нам очень приятно соответствовать таким событием поскольку это одно из многих мероприятий которые обезмечают профессиональные качественные делы вокруг себя позволяют потребителю узнать больше о людях и попробовать я уверена что на фестивале будет представлен только лучшие украинские вина 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 и вина и мне кажется что самое важное что дать нашим потребителям это развитие культуры винодетия и понимание что такое качественное вино стольку как человек связанный с мосмедией я очень часто встречаю информацию о том что все украинские вино это некачественное красивое как оно плохое нужно какие-то иностранные и так далее на самом деле это далеко не так порошковое вино это не более чем миф в Украине есть очень достойные очень качественные интересные образцы которые необходимо пробовать с которыми необходимо знакомиться и вот именно в таких местах культурное любитие и должна развиваться и нужно знакомиться с продуктом узнавательным больше а для делом конечно нужно объединяться в групп идеи и произведить только качественное и хорошее вино то есть вот эта декорация наверное и может стать тем кодексом и сбором только отраслью представителей настоящих украинских и в нем будет место какими-то достойными представителями поэтому хочется пожелать фестивалю успеха чтобы он был ежегодно чтобы приехало возможно больше людей и из Украины и из других стран и он действительно оправдался ожидания спасибо большое думаю совместными усилиями с таким хорошим генеральным партнером у нас получится достичь такой цели да вы хотите ли вы знаете какие бы дополнительные уже доброе чтобы тут собрались несколько журналистов и мабуть не кинозвонить увагу на то что на сегодня продается в закладах общественного учебного чему певным чином эти бренды которые на сегодня по закону мают право называться перехомлеров в шутбинском Украине подается подается под другим названием и тем самым вообще нивелюется роль технология и значение спецификации продуктов Адже закон Украины про виноград и виноград наверное никто не отменял результаты парламентских слуханий в которых написано про месторожение национальных интересов витчизняных и родителей У меня на увазе чётко тежко что вы на сегодня придете в будь-який ресторан кафе есть много прикладов того что в меню данных заходов певна витчизняная продукция подается взагалі под другими неменуваннями в этом нарушается нормный закон они не дотримуются и понимаете вот эти направления которые на сегодня певным чином набирают своя популярность значимости по нуменюванию роли украинских коньяков шампанских вин акцизные войны все они ведут до того чтобы певным чином нарастить можливую социальную направлую и ввести на мемец самих трудов и техницев которых мы хотим популяризовать и говорить что висло нашей державе есть гидный и вин дозвольте еще по декларации ну очень хотелось чтобы эта декларация была я считаю что это и нам как министерство был бы певный мы смотрим индикатор да певный до чего идти и соответственно яку нам инициативу законодательную базу чтобы все же таки я повторю было комфортно производникам значит и ну я вважаю что мы не так давно министерство наше инициировало мы забрали пиловарь и хмельярих значит и все же таки ну мы декілька их раз забирали потому что у них были певные недомовности но все же таки врешт и врешт значит они написали також декларацию и яка позначила шляхи майбутньо их співпрацей чтобы не было той ситуации яка сьогодні выникла что у нас хмель уже за два роки не купуют наші певоварьи компанії перейшли чисто на ну там есть на импорт да но там есть певные моменты что и те прави и те прави и те не прави и те не прави но все же таки нашли мы домовности и они написали декларацию чтобы поступово выравнивать эту ситуацию чтобы было комфортно и виробникам пива и все же таки развивалась галузь хмельярства так само я вважаю что в этой декларации винороби должны также какие-то певные моменты ну згадать и сировину чтобы все же таки не допустить такой ситуации как у хмельярства чтобы она развивалась и у нас есть и первые заводы и вторые заводы между ними певные повинны быть також порозумения и до майбутнего до чего майбутня мета повинна в ней також визначиться я вважаю что все же таки мы повинні прийти до того чтобы у нас вино особенно скреплено в нас скреплено спиртом виноградного походжения как бы это было недорого как бы это было не сложно но мы должны прийти мое место быть и напий как и иншого походжения спиртом закреплено но он не должен называться вином мы все же таки делаем продукт который должен быть полезным для людей когда в пляжке есть два разных походжения спирта они там не могут подружиться и на вегетативно-сосудистую систему организма человека отрицательного влияния поэтому крепленое вино тоже имеет своего споживателя он находится в нем радость но мы все же должны свое привести до того что если ты хочешь мать для своего организма только здоровье то вино крепленое должно быть креплено спиртом виноградного походжения это также должно быть в декларации но мы возможно сегодня не можем это еще сделать потому что у нас есть снова такие законодавшие перепоны которые мы должны сегодня сегодня занимались но то же самое как Володя Михайлович сказал что и визначитися конкретно в географических назвах от чего мы можем отмолить это должен быть такой документ который визначает кроки до чего мы должны прийти так что я двумя руками за то чтобы отбавилась эта декларация она была и это нам поможет спойным прийти до кинцевой мети которая задовольнит всех и споживачей и виробницей душе дято Виктора еще душе хотелось почутки точку зору виробника Артема Сквайнери Нина Ивановна расскажите нам пожалуйста декларация вина это документ артвайн процесс как же нам сделать так чтобы у нас процесс документа не привели к какому-то положительному результату для производителя как вы считаете ну вопрос конечно для меня сейчас новый я хотела бы посещать к коллеге потому что мы много говорим о сущности нашей декларации сейчас здесь позиционируют это в принципе вся наша работа знаете я работаю в этом много лет ты имеешь право доставать какие-то акценты поэтому на мой взгляд в первую очередь я посмотрела на какие акценты здесь ставлены на такими открытами и мне кажется главное что здесь написано это о миссии для людей мы готовим продукты которые не просто для товарооборота а именно для поддержания биологической значимости что ли у нас как личности это первое второе мы готовим продукты которые традиционно здесь в Украине производятся по всем требованиям от винограда до бутылки которая одета согласно всех требованиям законов всех наших законов поэтому конечно не навреди это секрета мне кажется хорошая секрета всех наших коллег кто готов кто занимается наделем виноградовства и я для себя сейчас позволите я вернусь к этому я адаптирована быстро так можно разговор и я поддержу наверное эту декларацию во всем пунктам потому что я немножко только слышала что говорит что это интеграция со всеми сельными союза мы пытаемся обойти вот эти острые то есть мы понимаем что есть нормативная база мы понимаем что она исторически сложилась так как сложилась абсолютно правильно мы просто я предлагаю взять за основу как всегда мы делаем продукт который нравится анализируем его все стороны и вот по этой матрице начинаем совершенствовать каждый элемент давайте говорить про процесс как производство идеал как дизайн как потребление идеала и все это должно быть очень гармонично гармония с собой гармония когда ты творишь все это анализируешь и это у тебя получается ты как бы делаешь для себя себе любимое мы знаете мы всегда стараемся ругать если у тебя это получилось я думаю что и продукт такой есть и несет удовольствие и доставит радости потребителю и коррекции вот хотелось бы кстати к вашим словам вернуться что это многогранный процесс который начинается с выращивания осадки даже лозы и до уже готового продукта в бутылке наверное точнее даже в бокале после вкусия которая остается потребителем мы понимаем что в этом процессе задействовано множество людей это сложный длительный кропотливый труд артвайн в данном случае тоже не хочет обидеть своим вниманием тех кто действительно уделяет большую часть своей жизни на работе этому процессу творения поэтому в рамках артвайн фест будет учреждена премия называется она артвайн awards в рамках этой премии будет несколько номинаций не хотелось бы сейчас раскрывать все карты и рассказывать все потому что дальше будет неинтересно но в рамках артвайн awards очень хочется отметить те ежедневные труды которые люди действительно преодолевают совершают для того чтобы имидж украинского виноделия каждый день превосходил себя по сравнению с предыдущим днем от момента производства до этапа когда мы с полки приобретаем хорошее вкусное вино в том числе артвайн awards хочет также отметить усилия прессы потому что без них тоже никак пресса это наши друзья и на самом-то деле это наше лицо это наш голос поэтому надеемся что еще в рамках артвайн песта эта номинация она сможет сделать приятно еще и тем кто работает тяжко на данном поприще вот ну номинация я говорю она она будет касаться нескольких аспектов но вот еще интересно обсудить какие вот как вы думаете какие есть не на вам вопрос как вы думаете какие есть на сегодня достижения которым можно было бы на самом-то деле похвалиться среди украинских мировых чего хорошего такого мы достигли ну мне конечно в первую очередь хотят повториться на делах какие как вы работаете и вот те коллеги которые отвечают на все твои поставленные вопросы в плане требования для меня такие люди просто с вашей уважения потому что из года из сезона в сезон они неимоверные усилия прикладывают чтобы и обротехнику тесте как надо и предназначенный человеческий фактор преувеличивая время и так этот продукт на материал который так надо пройти нам для своего продолжения на вторичь который бы и органолептический и по всем физико-химическим показателям микробиологическим показателям соответствовал тем требованиям которые к этому сезон для конкретного типа нужны например нашим поместам кто готовит игрист бутылочным тем более заинтересованным потому что создавая кукаж уже спирычки были заложены эти оттенки когда коллега тебя услышал и провел так технологические процессы что это все уже поэтому я этих людей конечно в первую очередь отметила ну и сами знаете что готовить анатолий 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 которые прикладывают кроме того чтобы сделать качественные продукты еще надо его правильно позиционировать для того чтобы потребитель достичь ушей потребителей сердце завоевать поэтому я думаю что маркетологи должны наравне с технологами да оценивать Виктор Николаевич вот вижу вы тоже согласны однозначно я же уже говорил эту пословицу украинскую мило а тут умеют годоватые и вот результат с 47 года Артемов торгует с Германией шампанскими каждый год наращивает и наращивает свои производства в пример значит умеют таки правильно а то мы всегда себя что-то будем что мы плохие но у нас есть же много положений и тот же та же Массандра допустим и тот же Новый Свет это раскрученные бренды уже давно и просто надо подтягиваться остальным стремиться к этому правильно сказал по поводу что мешает у нас перманентно обсуждаются законопроекты по ограничению рекламы принципы и вину и на телевидении и в печатной прессе хотя я думаю что стоит все-таки разделять продукты по содержанию алкоголя ну то есть классифицировать немножко другим способом ну скажем как это делается во Франции в первую в одну какую-либо попадает кефир и какой-нибудь еще спиртосодержащий продукт потом вина идут и потом только занимают крепкий алкоголь и каждой каждой этой категории применяется своя система ограничений в рекламе у нас к сожалению вот так или все запретить или все разрешить ну столовые вина в принципе наверное не должны попадать под ограничение по рекламе как как обычные качественные здоровые продукты питания должны восприниматься как уже тоже говорили мы сегодня и подход огульно запретить в принципе всю рекламу все продвижение но это не даст развиваться дальше в инновидической промышленности создавать какие-то новые сорта какие-то новые продукты в том числе графа новый продукт для Украины это виноградный это крепкий напиток но сделан из винограда но украинский потребитель крайне немного знает об этом продукте если будет запрещена реклама то соответственно об этом может и не узнать в принципе поэтому сейчас вот есть что мешает то есть ряд ограничений которые мы видим на горизонте они будут еще не приняты но активно обсуждается и на волне популеистских решений могут быть приняты вот спасибо вам огромное за эту тему потому что вот у нас сегодня есть уникальная возможность задать вопрос нашим друзьям из грузии а какой вот у вас опыт и что говорит закон грузии о рекламе можно ли рекламировать вино значит я вам скажу что ограничение на рекламе на лодочной продукции практически нет то есть вот по через сутки вот 4 часа можно по телевидению вытянутся две ролики а что касается печатной прессы там тем более ничего но такого ограничения нет я вам скажу что это очень важно я являюсь директором компании Vodafone это совершенно новая компания которую мы начали в 2002 году у нас есть свои наградники 300 гектаров и завод уже запустили в 2006 году как раз благодаря рекламе я вам скажу вот такое агрессивное которое мы сделали в прошлом всего компания сооружений стало известным то есть еще творческие такие образовательные передачи право на деле очень многими делаем все допущено абсолютно рассказ о культуре вина рассказ о технологии о новых технологиях тоже приглашаем к нам международных экспертах очень часто участвуют в таких передачах дискуссиях и поверьте мне это было один из основных частей то есть опять продвижение бренда грузинского вина так что это мало важно то есть Спасибо вам огромное, Игорь, вы хотели бы... Я бы еще хотел раз вернуться к себе в будущую декларацию Вина, и мы будем принимать подчас фестивалю. И с нашей точки зрения было бы доцельно, и про это мы уже не раз говорили в связи с тем, что мы имеем определенные обмежения на рекламу, на просуяние продуктов, все-таки подняти имидж, престиж и репутацию виноградов и винородов. Тобто запровадити, вийти з такой инициативой, в принципе, зараз присутні представники всіх громадских організацій, нести пропозицию в эту декларацию про запровадження професійного свята виноградов и винородов. Я как раз в подходящий час початок сбору урожаю, і я думаю, це, звичайно, тримається указом президента. Иснує День працівника сельского господарства, до яких можно, в принципе, віднести виноградов, но для винородов, якось, залишається позовування. Так что я сьогодні також закликаю всіх учасників проголоскового і вношу таку розпозицію, щоб ми це ініціювали провадження такого свята на рівні держави. Дякую за ідею. І думаю, що ще от прийшло на думку, чи може бути декларація, вона корисна. От хочу, як вашу точку зору почути, також вашу дітери, Володимира. Це питання географічних наименувань. Воно сьогодні дуже гостро обговорюється, мабуть, і в державних органах, і на виробництвах. Як ви думаєте, є надія на успіх, якщо ми в декларації, вона спробуємо відстоювати своє право на географічні наименування? Безперечно. Я вже говорив про ці тези, про автентичність і історичність української території ВИМ, і це доказано часом, і доказано тими досягненнями і успіхами, які були здійснені в українському виробстві. Ми, звичайно, повинні це питання піднімати і відстоювати, незалежно на те, як складається геополітична ситуація. І тому ці певні досягнення, більше мій колега Володимир знається, бо він Кочеренко приймав участь у всіх переговорних процесах. Але питання відстоювання цих історичних назв, які існували ще до загальноприйнятих європейських законів і положень, закони Тріпс, вони нам дозволяють, і це дасть поштовх для розвитку саме винні місцевості, про які ми сьогодні багато говоримо. Дуже дякую. Володимир, розкажіть, як вводить Тріпс, декларація вона? Можуть співіснуватися? Що звідти ми можемо перенести? Знаєте, на сьогодні, мабуть, актуальніми є те слова, які згадаються останнім часом, також дуже часто, що говоривши Тарас Говорович Шевченко, чужому навчатися і свободний звертись. У нас на сьогодні є повне історичне право використовувати ті назви, які на сьогодні використовуються. Знаєте, нагадую, мабуть, що неодноразово ми гадує фільм Іван Васильович, «Міняють професію», там, де прийшли тиртонські рейці і кажуть, ким скувалось нам? Давай. Та, берігаві. Зачем вона? Нам на сьогодні кажуть, віддайте те, що за нами закліпано історичними традиціями. І для того, щоб від чогось відмовлятися, потрібно мати під цим певне підговорення. Ну, перш за все, підписані меморандуми, інститутральні органи віотонавчої влади, між галузю, відповідом, яких чітко прописані всі позиції. Щодо збереження у переговорному процесі саме в НАСА. Окремо, перше, європейська галузь визнала також, згідно по меморандію, протоколу, те, що Україна має повне історичне право, згідно статтів 24, пункт 1, пункт 2, угоди Тріпс, використовувати на своїй власній території ціни лінування. На експорт ні одна пляшка шампанської України, коньяку України не пішла під цією назвою. Нам приходять до нас, додому, і кажуть відмовність від того, що ви використовуєте. На сьогодні певні країни, які вже є, скажімо так, членами європейського співтовариства, за собою закріпили майже все, що можна було закріпити. І ті крихти на столі, які залишилися їхнім варського столу, якщо вони підходять для нашої держави, то справа одна. Адже на сьогодні ті експерти, які приїжджають з Європейського Союзу, вони говорять, що ні про яку фінансову допомогу, технічну допомогу, вже в тому розмірі, в якому були підписані певні документи, не можуть йти ймово. Розумієте, вчора вони говорили одне, а сьогодні інше. І я думаю, що час все поставить на своє місце, тому що коли в всіх державах світу галузь говорить одне, і уряд підтримує, а в нас навпаки, то, мабуть, щось тут не так і щось тут не те зростається. В тому напрямку йде, можливо, чи переговорний процес, чи це, можливо, ті самі моменти, про які ми не разом говорили, що якщо в країнах світу Європи немає акцизу на ігрісті вина, а вони є в нашій державі, яким чином можуть конкурувати те чи інше підприємство на світових ринках, якщо певним чином акцизи протягом бюджетного року не піднімаються на міцний алкоголь, а у нас це можуть робити по декілька разів, то яким напрямком може ковуватися будь-який виробник в нашій державі, тим більше, коли він має справу з виноградом, з продуктом переробки винограда. А це довгострокові інвестиції, а це стратегія виходу на ринок, і тим більше дотримання рамок законів, які на сьогодні є. В тому числі, що в законах прописано, що ми, виробники і українці, ми маємо повне право, історичне, міжнародне, і це прописано і європейці підтримують як професіоналам, ми маємо право на сьогодні на нашій території це використовувати. І що нам потрібно відмовлятись? Ну який же той буде пиріг, до чого потрібно й те, від чого відмовлятись? Ну, в цьому той питань не стоїть. Я думаю, що тут не має бути навіть і певних суперечок, ці виробники і галузь розуміють і більше, і влада розуміє. Тих, хто не розуміє, ну на сьогодні в нас в державі дуже цікаві процеси, проститковуються, щось підписують, хтось підписує, певні інтереси здаються, потім переглядається. Я сказав, Ігор, від геополітичного напрямку багато також, що залежить, де буде Україна, буде ми в Європі, чи буде ми, можливо, в Митному Союзі. Я думаю, тут також точка зору поміняється багатьох і державних службовців. Так що ми маємо дотримуватись того, що ми виробляємо, виробляємо прекрасний вина, прекрасний хвальники, прекрасний шампанський. Адже приклад цього є, коли французи приїхали до нас і продегустували наші кон'яки. Вони говорять, що якби ми випили скільки свого кон'яку, як вашого, ми, мабуть, на ранок би вже не проснулися. А потім з собою взяли пляшку там італійців, які були, які очолюють міжнародну організацію, приїхали в Париж, запросили кон'я чистих французьких, кажуть, продегустуйте. Вони говорять, це наш продукт, навіщо ти наш продукт привіз з України. Це прекрасне підприємство, яке знаходиться там, враншампані, один каже, друге, ні, це п'ятіт шампані. Вони з собою сперечалися, потім він заносить пляшку, показує. Дивіться, це є український кон'як. Розумієте, нам не потрібно доказувати комусь, що ми ще маємо певний статус підтверджувати. Ми його маємо. Адже Конгрес Міжнародної організації Вінограда Расавна Роса проходить в Україні 80-х роках. Адже в Яоті, це для колег, хто, можливо, не знає цю ситуацію. Адже всі вина неодноразово, не лише ті, які є нові, займали призи. І, розумієте, в Словакії деякі підтримувалися, де французи приймали участь, відповідно, в Німеччині. В нас є велика історична спадщина, є прекрасне минуле і прекрасне майбутнє. Тобто, ті слова пророчі Шевченка про чуже і про своє не потрібно забувати. Тому що суперечок багато, потрібно цінувати своє, що ми маємо. Тому що ми маємо прекрасні вози, маємо прекрасні вина, прекрасних фахівців, спеціалістів. І ми маємо прекрасний майбутнє. І будувати його всі разом, консолідовану, впевнену і якісно. Дякую, Володимир. Ніна Івановна, віжу, Ви согласна. Те, що говорила, Дякую, дуже зрозуміло, і я на 100% согласна. Тому що часто спілкуваюся з іншими країнами, по вопросам технологічних, якісь своїх нюансів. І так втім нам, як ви кажете, дегустируємо свої образи. Разних лет тиража. У нас є така можливість показати вина прошлого века. Така, 1998 год тиража, 1997 год тиража. І 3-5 років. Тобто, ми, деціально, правильно яка сказала, ми, можливо, навчилися на їх прийомах, да, роботах, на їх умінні, відношення, то есть строїть політику стандартов, внедряли всі ці международні требування стандартов, відкритий процес, нам це все не планує. Але вони деціально в відкритому процесі давали високу оціонку нашим працівникам. І ми прекрасно понимаємо, ми получили наслідие в тому, що це продукт містності. І ми гарді тим, що тут є трудності, але ми знаходимо вина матеріалку український. І з цього ж сір'я готовимо продуктию, яку високо оціниваються наші колеги з Франції, де, ви самі знаєте, кількість домів в шампанкеті. Це воно. І у них там теж не таке воно. Ми общаємося, і ми... Це іменно вкус потребітельський. Це кожен вибирає для себе, що пить на аперетив, що на деже стиль, що з чим сочетати. Тобто ми просто правильно розуміємо, це культура, можна розуміляти продукти, і виробити його за еталон, чи всю життя і потребляє тільки цей тип вина. Тобто все трансформирується так же, як вина життя, вина життя, вина життя, вина життя. Все відвітаємо коронаві, відвітаємося до вину. І то, що Вадим Кеннів сказав правильно, ми виноделами, ми об'язані просто підтримують той рівень продуктий, який залишився нам в наследстві. І своїм життям предсчитає, що якщо ми щось зробимо краще, то тільки тоді ми залишаємося таке вина. Дякую. 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 І... Видаєте, як виходить, артвайн, вроде як, таке мероприятие, насправді, насправді, може насправді, об'єдинити всі. Тобто, у нас є множество точок соприкосновення, на основі яких ми можемо объєдинив усилия, добиться, действительно, чого-то дуже хорошого. І, як ви говорите правильно, зробимо зробити щось краще, ніж те, що у нас є зараз. Ми надіємося, що сьогоднішній «Круглый стол» вам дали допомогу інформацію про те, що з собою представляє «Артвайн фест», що таке «Артвайн вордс». Понимаємо, що на всі вопросы відповідати в общі між нами невозможно, і предполагаємо, що, наверное, є вопросы у пресі, які ви хотіли задати. Прошу представлятися і говорити, кому питання задається. Виктору Михайловичу питання перше. Ви сказали про те, що є такий проєкт, який заважає жити представникам галузі народу. І скажіть, будь ласка, ви сказали чи правильно зрозуміло, що зараз відбувається новий, і на якій він стадії, і що саме потрібно змінити, щоб все ж таки українське народство не працювало. Це ви маєте на увазі про 500 тисяч ліцензій, так? На сьогоднішній день ми розробили проєкт змін до цього закону в частині того, що ми запропонували диференціований підход до збору цього, ну не податку, а сплати за ліцензію. Я розказував, що підход такий, що 15 копійок декларується, спочатку виробник декларує своє бажання. Із цього розрахунку 15 копійок за літру він сплачує цей збір ліцензій. Так? У разі, в цьому же законі ми пишемо, що у разі, якщо фактично в кінці року і буде відрізнятися в сторону збільшення, він доплачує з розрахунку 25 копійок за літр. Але для виробників, які сплачують 500 тисяч при обсязі великому, при будь-якому його збільшенні, вони не більші 500 тисяч. І на якій стадії він сьогодні у нас розробився і ми його розсилаємо до заінтересованих міністерств. Це Мінекономіки, Мінфін, так само, ну, ряд міністерств. А чи якийсь час, за який вони мають вам дати якусь відповідь і коли ми можемо його побачити? Ну, ми будемо просити їх, щоб вони протягом тижня нам прислали відповідь і будемо засилати тоді до Кабінету міністрів. Уряд його розгляне, якщо він його сприймає, то буде подавати на Верховну Раду. Ну, це, я вважаю, що... Ну, це довгий, все ремонт. Це ж такий довгий до кітау, чи ми можемо... Ні, я вважаю, що це буде місяць, можливо, двадцять місяць. А можна теж уточнить про проєкту? Пожалуйста. Скажіть, скажіть, це касається тільки виноделів чи інших производителів алкогольних напитків? Ми його ініціюємо тільки для виноделів. То есть ви предлагаєте іниціювати, діферензувати підходку кісної влажниці? Да, імено участь вінадачих. І можете зрезюмити, який effект ви ожидаєте? Можливо все другоı? Ви збільші ворожі ми очідаємо effект? Тот, что страна не потеряет этого сбора, это порядка от 40 до 60 миллионов, а наоборот он немножко вырастет за счет того, что каждый будет производитель декларировать чуть больше, чем он будет выпускать. Ну и им будет еще мало. И иметь желание начать производить вина именно в виноместности. Причем у нас Украина большая территория, как уже говорили до этого. И вот эта 48-я параллель, она тоже движется. Вот, начиная с Запорожской области, Херсонская, Николаевская, Одесская область, Север Крыма, Юг Крыма, это очень сильно отличается вина, которая там производит. Поэтому хотелось бы, чтобы масса появилась производителей, которые бы начали производить вина местности, и это позволило бы еще больше, так сказать, продвинуть культуру питья, и люди будут с интересом все-таки заинтересовываться, чем отличается, допустим, Олиготе Одесской области, допустим, от Олиготе, допустим, Крыма-Севера Крыма или Южного побережья Крыма. Мне самому бы интересно попробовать, но, к сожалению, сегодня... А в 2013 копеек за литр, это зависит, ну, как-то дифференцируется, по-моему, от крепости напитка или это для вина? Нет, мы не дифференцируем, мы предлагаем просто 15 копеек за литр. Что игристых вин, что шампанского, допустим, что крепленных, что обычных... При этом хотелось бы пополнить, и, возможно, трошки. Не забывайте, что с 2013-го року Украина взяла на себе зобовязание по направлению безакцизного везения импортной продукции. Импортная продукция, возможно, будет заходить в Украину по-любому акцизу. Понимаете, что снова витчизняный виробник завершается в нерывных условиях, соответственно, с иноземным виробником. То есть, в жизни не стоит, пока, в определенном случае, как у нас, догоняем, принимается один закон, нужно потом думать, а я же, надо дальше стимулировать украинского виробника. Ну, вот сможем отсудить. Извиняюсь. И при этом то, что появится много маленьких производителей, это, опять же, нам позволит все-таки... Ну, как бы мы тут не кричали, что не отдадим географические названия, потому что их еще правит наш украин. Значит, тем не менее, за 10 лет нам от них придется отказаться. Значит, а то, что мы сегодня отдадим возможность появиться в массе производителей вин местности, я думаю, что они будут патентовать и свои географические названия. Значит, их будет не три, как сегодня на Украине, а 8 тысяч в Европе, да? Значит, а будет больше. И мы все-таки безболезненно, что уйдем от этой проблемы. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Дядька, пьянья, Галина Питка, Полосукраїна. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Ви говорили про то, что має використовуватись виноградный спирт для кріплення вин. Питание, сколько за год використовуется такого спирта в Украине? И где мы возьмемо, соответственно, оцей, наближки есть в Украине? Чи это будет им? На жаль, сегодня не використовуется. Потому что, согласно законодательства чинного, у нас возможность виробляти виноградный спирт есть только в Писаревского спиртзавода. Писаревский спиртзавод на сегодня банкрот, значит, и практически сегодня продукции не вырабатывает. Проте у него есть залишок с тех годов, но, снова таки, законодательством визначены сегодня ціни, и виноградный спирт набагато дорожче, чем пшеничный. И, кроме того, пшеничный, ну, зерновый спирт. Зерновый спирт, который лучше асимулюется с вином и так далее, и он дешевший, и поэтому сегодня практически все производители, которые производят кріпленные вина, используют спиртзернового походжения. Значит, мы считаем, что это наша перспектива. Мы должны все-таки прийти до того, снова таки, створить законодательство поле, чтобы это было вигодно. И, ну, сделать, возможно, так, чтобы, по-перше, он был дешевший, виноградный спирт. Нет, самое первое, это мы сейчас тоже будем, уже инициируем изменения до законодательства, дозволить виробляти спирт ретификованный виноградный всем формам властности. У нас сегодня у большинства предприятий еще с радянской власти спиртовые колони, но не имеют права виробники на них выгонять этот спирт, потому что законодательством это заборонено. Но их не вырезали на металлобрухт, они остались, и все ждут, когда просто будут изменения до законодательства, и дозволят виробнику этого же вина, значит, выкористовывать отходы от виробства вина, и выгонять, добывать спирт виноградного походжения, використовывать его при виробнике креплених вина. Поэтому сегодня задача, ну, это, возможно, не год, возможно, и не два, но я вважаю, что 3-4 года мы должны все-таки створить законодательство поле до того, чтобы были пильги на это вино в частине оксидов, чтобы крепленое вино спиртом виноградного походжения, и должны быть по льготной ставке оксидного податка. Тогда будет поштов, будет стивул, и мы прийдем к этому поводу. А точнее, пожалуйста, чья это инициатива? Это виробники, инициатива, а Министерство думает про споживание? Это виробничество и Министерства, и виробники. У нас сегодня выступает целый ряд виробников. В журнале «Аксидус» буквально 34 номера назад, там была полемика, кто за, кто против, то есть и та сторона, есть и та сторона. Ну, частиня Восьмая Сандра против этого, потому что мы завоевали и так много медалей, на что нам, ну, снова таки, ускладнивать процесс. Но генеральный директор говорит в том законодательном поле, что сегодня есть. Ну, действительно, это проблема. Если же его изменять и создать ему более приватные условия, я думаю, он тоже скорее да на то, что будет использовать спирт-виноградного походжения. Потому что, как на меня, то, передусім, потребны пирги столовому вину, не криклене? Столовое вино имеет пирги. Одна копейка литра «Аксиду». А криклене вино, дуже... Но, понимаете, когда делается криклене вино, значит, так или иначе, там в цьем вино есть два вида спирта. Потому что мы спирт добавляем уже тогда, когда начался процесс бродения. И дрожжевая клетка делается с цукором спирт, а потом мы для того, чтобы оставить цукор виноградного походжения, призупиняем в цей процессе, добавляем спирт-зерновой. И таким чином есть частина там виноградного, частина зернового. А это не совсем хорошо для нашего поживания, для нашего города. Нужно будет что-то делать. Вы сейчас готовите законопроект, соответствующий? Мы уже готовим законопроект и его запускаем. Но, соответствующий какой? Только первый этап. То есть мы хотим, чтобы сегодня разрешили производить на этих колоннах, которые сегодня есть, ну даже на тот же Пицеровский спирт-завод. Если отходы виноделия везти с Крыма, везти с Одессы, ну, во-первых, не довезешь, а во-вторых, это очень дорого. Значит, поэтому необходимо разрешить сегодня на этих колоннах, значит, производить этот спирт-зерновый тем, кто дальше будет производить на нас. Они также поедут в налоговую, возьмут наряд на спирт, сами на себя. Ну, то есть это будет все контролируемо, но разрешить им это делать. Значит, как только мы разрешим, потом будем дальше воевать за то, чтобы было льготное налогообложение на этот срок. То есть это наша перспектива, мы начинаем этим заниматься. Это внутрішняя инициатива нашей Крыли, это не иноземные журналисты? Ну, ось, у них были иноземные эксперты, то когда мы эту тему подняли, то они очень рады, что у нас будет такой вот такой вот вид нахуй. Потому что это, в принципе, виновные эксперты. Чому же вы делали иноземные эксперты, вы знаете? Догадаю. В мире производство вина виноградного становится 480 миллионов гекталитров. Приклад на воду в Испании, Франции, Италия, да, количество виноградников. И Украина. В Украине производится, что речем, 22, ну, 30 миллионов гекталитров. Вы, при этом, чему вы используете спирт зерновой? Потому что в мире, если при выработке 480 миллионов гекталитров, споживание происходит на уровне 280-300. Куда делать 180 миллионов, они его перекуривают на виноградный спирт. Украина же держала інший напрямок. Так, как Грузия, наши коллеги, у них виноградство добра не галуся номер один. У нас виноградство, на жаль, не приоритетна галусь сельско-господарского напрямка. Но, если в Украине на сегодня есть всего 70 тысяч гекталитров на саде, то где мы возьмем виноградный спирт? Тем более в законодательстве, будь ласка, берите. И, все-таки, хотелось бы закрикать коллег, для этого вопроса тоже относится к обережному. Потому что, вы знаете, приклады в Канаде, Португалее, Крепене, и международное законодательство не забороняется. И так происходит. И то, что, в определенном случае, есть, то давайте, как говорят, думать про те, что мы имеем високое качество. И в этом направлении, думаю, мы еще данной темой будем неодно разово поговорить, как это прописать вверно, как это правильно сделать, чтобы, действительно, не забыть дивины, которые продаются на СОЦБІ, на Кристое, чтобы они сказали, что так, что же вы там крепите, но совсем не тим спиртом, это ни в коем случае не несет, скажем так, небезопасность для здоровья. Потому что, когда японцы платят за одну пляшку такого вона, понад 15-20 тысяч евро, то, мабуть, в этом есть своя суть. А мы снова говорим, давайте омати памятники, мы снова побудуем что-то новое. Понимаете? В этом направлении, я думаю, будет много дискуссий, но нужно думать о том, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду. Очень осторожно для этого отношения. Спасибо. Так, последний вопрос, только если есть. Только, пожалуйста, по теме фестиваля. Все остальное давайте в коридор. Есть вопросы? Все понятно? Нет вопросов? Тогда всем большое спасибо и до новых встреч. Спасибо.